добрый день дорогие друзья ну что ж я вас приветствую на директ академии на нашей новой вебинарной неделе и сегодня нашу вебинарную неделю предстоит открыть мне как спикеру так что сегодня я буду выполнять обе функции и хозяина директ академии и сегодняшнего спикера для начала хотел бы поинтересоваться как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если видите и слышите меня нормально спасибо спасибо давайте для начала я выполню свою функцию ведущего директ академии и скажу несколько слов о наших материалах о тех ссылках которые я разместил самом начале нашего чата сегодняшнего пожалуйста перемотайте к самому началу чата наш чат и увидите там блок красного текста и четыре ссылки которые я считаю для вас могут быть полезны особенно для тех кто в директ академии впервые впервые или недавно только начал смотреть наши вебинары и так первая самая главная ссылка это ссылка на главную страницу нашего сайта который одновременно является расписанием в нашем расписании можно зарегистрироваться на любой будущий вебинар вплоть до конца нашего учебного года до конца июня месяца пожалуйста смотрите расписание регистрируйтесь заранее и принимайте участие в наших бесплатных вебинарах вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе на котором на который я вам настоятельно рекомендую подписаться на нем настоящее время находится уже более 600 записей наших вебинаров запись этого вебинара тоже ведется и она появится на нашем канале ориентировочно в среду вечером у нас выкладка очередных записей как правило производится в среду и в пятницу вечером третья ссылка для тех кого интересует онлайн обучение ссылка на наши онлайн курсы мы уже второй год проводим онлайн курсы стараемся их проводить не реже раза в месяц а то и раза два раза в месяц вот совсем недавно у нас запустился курс татьяны телегины который называется библиография для небиблиографов а в конце февраля у нас начнется курс курс елены локтевой совместно со мной ну я там всего две тему буду преподавать курс который посвящен учебным заданием формирование учебных заданий и тестовых вопросов в онлайне а эта тема которая в свое время у нас победила в нашем опросе вот так что я надеюсь что она будет интересна для вас ну и уже есть предложение по курсу который состоится в начале марта он посвящен арт-терапии так что смотрите наше предложение по онлайн обучению и посещайте наш ну и наконец последняя ссылка она говорит о том рассказывает о том как приобрести сертификат после посещения нашего вебинара там подробно рассказано все что надо сделать для того чтобы приобрести сертификат самом конце нашего вебинара сегодняшнего я выдам сертификаты и еще раз обращу внимание на текущую ссылку я также хотел бы проанонсировать три следующих вебинара которые у нас состоятся совсем скоро начиная с завтрашнего дня а так как директ академия это вебинар каждый день то вот следующие три дня будут на следующие вебинары завтра 4 февраля в 12 часов вебинар айкуш калачан нашей постоянной ведущей в цикле вебинаров новое поколение которое называется соревнования и конкурсы в современной школе плюсы и минусы от 5 февраля у нас вебинар вот так случилось на самом деле не подгадывали так случилось что похожая тематика но уже касается студентов и вузов ведущие юлия дьякова и вебинар который называется подготовка студентов к конкурсам и олимпиадам как научиться побеждать а надеюсь вебинар получится хороший юлия у нас дебютирует но тем не менее я ее хорошо знаю это замечательный спикер ну и наконец 6 февраля у нас в 12 часов у нас ольга кондратьева тоже наша постоянная ведущая ее вебинар арт-терапия чувствую вижу слышу понимаю кроме всего прочего ольга еще и проанонсирует свой курс который должен начаться с 3 3 марта а вот ну и последнее объявление которое я хотел бы дать сегодня это по праву ведущего проанонсировать свой курс который уже скоро совсем состоится вот этот анонс курс который называется профессиональная разработка электронного учебного контента 2020 курс который я уже шестой раз запускаю вместе с компанией ракурс это организатор курса вот и ну приглашаю вас на этот курс это обновленная и улучшенная версия курса так что приходите будет интересно я еще по поводу этого курса немножко буду рассказывать в течение нашего вебинара когда все соберутся ну что ж а теперь самое время приступить к нашей сегодняшней теме тема вебинара нашего работа с иллюстративным материалом в аудитории классе и библиотеки заранее прошу меня извинить если они уложусь в час тема достаточно такая широкая хотелось бы осветить ее достаточно широко поэтому меня достаточно много слайдов ну постараюсь как-то уложиться хотя бы в час 15 где-то так ну что ж начнем пару слов вступительных почему собственно с иллюстрациями почему такое название ну во первых хотелось бы отметить что иллюстративный материал вообще последнее время приобретает ну если не превалирующее значение в обучении то одно из главных значений и вот не зря я выделил а вот в названии в аудитории классе и библиотеки сегодня мы будем говорить в основном об образовательных применениях иллюстрации хотя во многом это касается и и наверное общего подхода к иллюстрации в контенте в контенте вообще я не буду здесь особо я прекрасно знаю что наша целевая аудитория состоит из двух больших кластеров это преподаватели вузов и библиотекари поэтому выделил здесь вот так аудитории классе и библиотеки но образовательные моменты я не буду отделять я на самом деле имел возможность убедиться что во многом цели и задачи обучения и образование в целом что ли да для библиотек и для преподавателей они очень очень соприкасаются друг с другом поэтому я не считаю искусственным такое соединение библиотек и проблематике обучения в одном в одном вебинаре тем не менее когда я буду говорить об обучении о курсах об образовании я всегда имею в виду библиотеки тоже потому что ну очень много общего очень очень много общего и я надеюсь что это будет интересно всем о чем мы сегодня будем говорить вот несколько план такой у нас план вебинара такие у нас темы иллюстрация как средство учебной коммуникации поговорим сначала об этом поговорим о подборе иллюстрации как об одним и одном из основных методов иллюстрирования материала поговорим о том как подготовить иллюстрацию какие технические моменты есть в данном в данном направлении деятельности рассмотрим способы демонстрации иллюстрации как оказывается современные электронный контент представляет предоставляет достаточно много видов демонстрации иллюстрации но около десятка мы с вами рассмотрим и я покажу инструменты при помощи которых можно демонстрировать иллюстрации ну и две такие темы достаточно интересные может быть немножко выходящий за круг это от иллюстрации через интерактивность видео и иллюстрации высокого разрешения новая медиа или почти видео поговорим о об иллюстрациях которые уже почти не иллюстрация новая новая медиа и о том что связывает иллюстрацию с видеоматериалами а связывает достаточно много а видео мы здесь специально не будем говорить о видео мы много уже говорили ну по крайней мере я на своих вебинарах здесь хотел бы сосредоточиться на статической иллюстрации а но тем не менее статичности совсем не получается потому что статичность в интерактиве сразу приводит к динамичности а там где динамичность там один шаг уже до до видео а ну и кроме того есть и и еще один аспект который делает иллюстрации похожим на видео это наш последний пункт но давайте дойдем на него и тогда будет понятно а итак давайте сначала поговорим про иллюстрацию как средства учебной коммуникации еще раз хочу сказать да под учебной коммуникации я понимаю не только учебные вот для преподавателей да но и образовательную коммуникацию и коммуникацию которая производится в процессе просвещения просветительских мероприятий всяких то есть более широко немножко понимаем и так где у нас может встречаться учебная коммуникация и иллюстрация в ней несколько примеров здесь наверное вот здесь десяток да наверное примерно пунктов я мог бы привести наверное еще с десяток и еще с десяток но не будем уж слишком мельчить давайте вот так вот поговорим где обычно преподавателям и библиотекарям приходится сталкиваться с иллюстрации но прежде всего в презентациях дело в том что презентация я честно не знаю почему но у меня есть положение почему заняло превалирующее место и одно из таких главных мест как в обучении так и в просветительской деятельности труд трудно предположить почему так много места презентации занимает традиционная презентация вот сейчас мы с вами наблюдаем презентацию загруженную в вебинар одно из применений презентации ну наверное потому что просто деление информации на отдельные кадры это достаточно удобно есть в общем некоторые возражения по поводу того что презентации это не всегда но не всегда настолько удобно как мы привыкли себе представлять но тем не менее давайте все таки факт есть факт в любой школе в любом университете у вас всегда есть презентационные возможности какие-то стоит проектор вы можете загрузить презентацию на каждом компьютере есть powerpoint и все преподаватели этим пользуются то же самое библиотеках надо что-то показать готовится презентации все показывают эту презентацию все остальные виды информационного воздействия да они тоже есть но они как бы уже идут за номером 12 за номером 23 и так далее еще раз хочу сказать я не говорю что это плохо или хорошо но это так поэтому под первым пунктом меня идет презентация следующее в темах и слайдах курсов а курсы кстати тоже бывают слайдовые в основном правда в корпоративном обучении меньше в вузовском обучении или в обучении дополнительном опять же это поклон презентации то есть курсы делаются в привычном формате потому что презентации привычны вот ну бывает что курсы и не в слайдовом формате я например всегда свои курсы делаю в виде лонгридов темы своих курсов так вот в темах курсов конечно могут и должны быть присутствуют присутствует иллюстрации в лонгридах лонгриды это длинные страницы хорошо структурированного контента в которых иллюстрация выступает в качестве одного из видов медиа видов медиа который может присутствует лонгриде она вообще презентация вообще иллюстрация как часть понятия мультимедиа это наверное базовый базовый путь для того чтобы представить как иллюстрация в современном мире какое значение имеет а вот очень важный пункт давайте я начну отмечать потому что вы наверное потеряли уже немножко нить где это достаточно много следующий момент в инструкциях и help а очень важный пункт может быть не всем это надо но очень многие преподаватели и уж точно почти каждый библиотекарь когда ты писал инструкции и help и к чему-то как пользоваться тем или иным ресурсом как пользоваться сайтом рабочим как пользоваться системой дистанционного обучения как пользоваться моим курсом и так далее и так далее и так далее вот так вот иллюстрация в инструкциях и help of вообще занимает центральное место а вот правда там применяется особый вид иллюстрации мы об этом немножко поговорим ну на наших любимых вебинарах конечно вот я сейчас демонстрирую вебинар провожу вебинар и вы на каждом слайде увидите у меня иллюстрации на вебинарах вообще не применять иллюстрации это очень плохой тон если у вас одни только один только текст это хороший способ потерять своих слушателей чтобы они ушли побыстрее с вашего вебинара вот в интерактивных элементах очень интересный момент в настоящее время существует огромное количество разных интерактивностей кстати вот тот курс о котором я говорил этим интерактивности в основном и будет посвящен ну просто огромное количество интерактивности и разумеется ну интерактивность должна ведь на каком-то контенте строится не бывает просто интерактивности ради того чтобы побольше понажимать на кнопки и попереходить с одного пустого экрана на другой так вот эти интерактивности разумеется опираются на некую мультимедийную основу и иллюстрации в них играют огромную роль в видеороликах и анимациях видео конечно это особый вид медиа но очень часто видео опирается на на какую-то иллюстрацию то есть не имеет либо полностью не имеет свои собственное видео видео структуры основан на отдельных статических картинках которые каким-то образом приводятся в движение либо по крайней мере эти статические изображения является его частью и возникают естественным образом либо в начале либо в конце либо внутри видео как какие-то иллюстративные материалы а ну специально для библиотекарей конечно в буктрейлерах да но трудно представить буктрейлер который состоит из одного из одного текста разумеется должна быть хотя бы обложка представлена а лучше еще и какие-то дополнительные графические материалы очень важный пункт в процессе учебного взаимодействия здесь имею ввиду не вообще любое взаимодействие как процесс обучения а взаимодействие синхронная вот как сейчас мы с вами проводим сеанс учебного взаимодействия вы можете мне задать вопрос прямо сейчас и я вам могу ответить прямо тоже прямо не отрываясь при этом все мы находимся в одном информационном пространстве вот в процессе такого учебного взаимодействия разумеется иллюстрация тоже может использоваться как скажем так мгновенное иллюстрирование чуть попозже я об этом расскажу кстати пользуйтесь возможностью учебного взаимодействия в чате задавайте вопросы прямо по ходу ну и в конце концов как отдельный файл не надо это сбрасывать со счетов потому что иллюстрации иногда удобно передавать как отдельный файл с которым потом ваш студент или кто-то слушатель будет что-то делать например посмотреть теме средствами которые есть более удобными чем текущее средство вот сейчас например мы находимся в вебинаре я себе не могу позволить показать иллюстрации так как я хочу например какие-то какие-то иллюстрации какие-то могу какие-то не могу вот и в этом случае такие такие иллюстрации вполне разумно оформить в виде файла и передать студентам ну кроме того есть еще особый случай когда отдельный файл передается для того чтобы в качестве материала для какого-то действия для домашнего задания практику мы и так далее например вы передаете вашему студенту неправильный графический файл что-то в нем сломано и хотите чтобы он справа в процессе домашнего задания восстановил бы его или дорисовал бы что-то в общем проявил как-то как-то себя в этом случае конечно как отдельный файл тоже достаточно интересно а ну зачем все это преподавателю библиотекарю вроде бы это перечисление уже говорит зачем она тут просто пара пара общих слов которые я хотел бы добавить у меня есть целое выступление и в качестве вебинара было и на конференциях неоднократно я об этом говорил про текст про то какое значение текст и имеет настоящее время а и вот я хотел бы отметить что приходится приходится доказывать в настоящее время что текст вообще ну я бы не сказал так что вообще имеет право на жизнь нет конечно это никто не возражает а ну как-то все-таки в последнее время положение текста как самого ведущего медиа в обучении и вообще в коммуникации человеческой коммуникации удаленной начинает колебаться и разумеется первый претендент на то чтобы скинуть текст строна это чисто графическая иллюстрация за ней уже идет видео аудио всякие материалы и так далее хотя видео уже тоже на своем третьем месте уже начинает ко второму место подвигаться и так иллюстрация она последнее время связи с тем процессом которые мы бы назвали революции медиа занимает все большую роль в коммуникации вообще не только в учебной коммуникации но и в коммуникации вообще вы наверное видели подход социальных сетей многих кстати не только чисто графических таких как инстаграм например или пинтерест но и более текстовых по своей сути которые все больше подталкивают человеку к тому чтобы текст становился длинной подписью к иллюстрации вот это не просто так происходит не потому что на какой-то злой злой гений этим занимается и сознательно угнетает текст это это реалии реалии нашего мира которые подталкивают нас быстрой коммуникации быстрая коммуникация это именно визуальная коммуникация вот поэтому хотим мы того или не хотим иллюстрации мы должны уделять все больше и больше внимания не буду здесь тут еще можно много слов говорить на самом деле ну надеюсь что вот примерно понятно и так поговорим немножко об изображениях немножко тут вот может быть тезисы разнокалиберные подобрались как чисто технологические так и такие философского характера вот ну надеюсь это будет не так выбиваться вот после мы более более последовательно поговорим по поводу иллюстрации и так первый тезис вы всегда должны понимать что иллюстрация это не просто иллюстрация как таковая то есть она не просто иллюстрирует текст не выполняет вспомогательную функцию для текста может иметь и самостоятельную функцию не только для чего ну для чего наверное ну вам судить расскажу я сейчас как раз так да о том что это было визуально это была визуальная метафора некая да давайте вернемся если хотите да это очень известная иллюстрация мерлин монро в исполнении орхо как видим тут одно и то же изображение представлено совершенно разных образах для меня это было метафорой революции медиа возможно вы как-то иначе считаете ну что уж так вот иллюстрация для вас это не только поясняющий материал очень часто приходится применять иллюстрацию как идеально как визуальную метафору а что значит визуальная метафора это значит что иллюстрация порождает какие-то эмоции порождает какие-то аналогии с чем-то и эти аналогии они могут быть несколько богаче чем просто иллюстрирование того текста которые которые происходят а вот например вот этот код он является или некой визуальной метафорой а и в данном контексте он выполняется несколько совершенно несколько функций а некоторых из них я поговорю чуть попозже ну а просто в качестве метафоры что он может представлять ну для каждого свое конечно да для меня это собственно метафора метафоры то есть метафора того что и иллюстрации может являться метафорой ну и чуть попозже вы увидите в каком еще качестве он здесь присутствует а и так качество картинки качество продукта а мы уже договорились да что иллюстрация важно а раз иллюстрация важно просто примите для себя как правило что не используйте иллюстрации в плохом разрешении плохая иллюстрация лучше ее выбросите вообще лучше подберите иллюстрацию такую же иллюстрацию лучшего качества для этого просто поищите поищите разными способами и ее в хорошем качестве как правило удается найти но никогда не используйте иллюстрацию плохого качества где видна пикселизация где плохая передача цветов и так далее а это все равно что использовать плохой текст а вот например вы пишете достаточно гладко хорошо и вдруг один абзац у вас с ошибками не связанные предложения и орфографические ошибки какие-то и одним этим абзацом вы перечеркиваете всю свою работу то что люди видите видят что вы видимо неграмотные или не можете связать двух слов вот тоже самое касается иллюстрации не используйте иллюстрации плохого качества используйте лучше тогда вообще без иллюстрации обойтись чтобы не показывать своего нехорошего отношения к людям а вот потому что плохая иллюстрация либо если вообще это уникальная иллюстрация и она есть только в плохом качестве просто предупредите что к сожалению она отсутствует хорошем качестве но ее необходимо привести по такой-то такой-то и причине следующий момент достаточно технический и он как как раз касается вот этого кота альфа канал улучшает привлекательность альфа канал это просто правда канал прозрачности и он позволяет вставить иллюстрацию без фона ваш контент вроде бы мелочь техническая да вот здесь вы видите да что вот этот код код он вставлен без фона он вот вставлен как есть вот вот таким вот вроде бы мелочь техническая но на самом деле не такая уж техническая дело в том что этот прием он позволяет иллюстрации стать органической частью вашего контента а не чужеродным инструментом чужеродным элементом как только вы убираете фон который не соответствует фону вашего остального контента вы встраиваете не просто иллюстрация вы встраиваете этот объект в объект который обозначает эта иллюстрация ваш ваш контент а ну чуть попозже я расскажу как это сделать надо просто применять иллюстрации например формате png в котором вырезан фон в котором есть альфа канал прозрачности далее следующий момент если у вас иллюстрация очень высокого разрешения то применяйте другие способы подачи я вам расскажу какие если у вас иллюстрация очень насыщенная не помещается в один экран не пытайтесь использовать как обычную иллюстрацию например если бы на это место вот сейчас я поместил бы полную схему ну например радиоприемника сложного достаточно непростейшего то вы бы ничего не поняли потому что ну слишком много элементов и они сливаются в одно в одно целое для то же самое с большим количеством картин ну например картины bosch а там в которых более тысячи персонажей присутствуют на одной картине этого делать не надо для этого есть специальные специальные методы о них тоже немножко поговорим всегда задумайтесь о том формате файла и размере файла который вам нужен в вашей работе неправильные старые или огромные форматы файлов которые без сжатия они могут испортить вашу работу потому что сделают технически невозможным использование данной иллюстрации для части по крайней мере ваших служителей ну и размер иллюстрации тоже маленький размер для насыщенной иллюстрации недопустим и сверх размер там где это не надо тоже в общем не нужен всегда задумайтесь о том какой именно вам нужен размер вот например для этого кота совсем не нужен гигантский размер там больше нашего кадра и если бы я его сделал там 12 пикселей на 12 пикселей вы бы тоже ничего не поняли всегда применяйте тот размер который нужен ну и всегда задумывайтесь о том вставлять контент или показывать контент отдельно ну вот собственно да про качество изображения вот здесь то качество которое применять не стоит а здесь качество получше и вы видите что если я применяю такого кота то сразу все качество всего продукта сразу ухудшается то есть зачем я притащил сюда эту дурацкую иллюстрацию веровали на на самом деле это этот код да это метафора я не буду эту метафору называть она немножко ну не то чтобы неприлично она это мем достаточно известный мем который называется погладь кота и это это манул до код такой суровый код который водится у нас на дальнем востоке вот его взгляд такой достаточно красноречивый я очень люблю его использовать вот вторая иллюстрация она правда могла бы тоже быть лучше да но к сожалению лучше я не нашел чтобы одновременно и с альфа каналом было и вот чтобы но могло быть еще лучше чем лучше разрешение тем лучше тем вы показываете себя с лучшей стороны да убедительно и он вообще очень убедительно смотрится этот код всегда я на его примере много чего показываю своих своих курсах следующий момент помните был один пункт встраивать контент или показывать его отдельно а вот я хотел бы показать вам да я забыл сказать что в разделе ресурсы у нас есть иллюстрая презентация которую вы можете скачать так как в презентации далее будет некоторое количество ссылок я хотел бы чтобы вы ее скачали или имели бы у себя потому что тогда вы сможете воспользоваться этими ссылками а но кроме того прямо сейчас в разделе ресурсы я открываю файл который называется а вот его имя history map вайда очень интересный файл который интересно разглядывать он большой достаточно и это случай когда файл лучше не встраивать контент а дать отдельным файлом для того чтобы люди смогли разглядеть его потом в каком-то собственном вьювере разглядеть частями там и он просто имеет самостоятельное ну в данном случае самостоятельное обучающее значение да или иллюстративное значение как угодно вот то есть есть случае когда не надо вставлять лучше дать изображение отдельным файлом а вот скачайте этот файл чтобы посмотреть пример такого файла а что делать если иллюстрация огромна в как насколько огромна она вообще может быть в современном мире все больше становится возможным фотографировать и сканировать иллюстрации в очень хорошем качестве и есть целый класс иллюстрации которые условно называются гигапиксельные иллюстрации гигапиксельные это означает что примерно всего примерно миллиард пикселей в этой иллюстрации или больше вот пример такой иллюстрации это картина брейгеля который называется битва битва масленицы и поста вот здесь вот такие персонажи вот это вот персонаж масленица вот этот персонаж пост вот и чтобы разглядеть эту картинку в деталях ну наверно часа три надо чтобы точно все посмотреть как это каждая деталь имеет прорисовано очень точно и давать такие иллюстрации просто как иллюстрации не имеет смысла да кстати где достать такие иллюстрации очень много таких иллюстраций в в на вики складе и я хотел бы вам дать сейчас ссылку вот категория на ведь на вики складе категория посвященная брейгелю 11 картин брейгеля которые даны в гигапиксельном качестве но можете просто оценить можете скачать если вам это интересно эту эту категорию полностью я создал на основе некоторые работы которые провел с сайтом музея брейгеля работа абсолютно легальная потому что помещение в таком качестве то есть любая с точки зрения авторского права любая любое точное изображение произведение которое находится в общественном достоянии тоже является произведением в общественном достоянии так что вот это это находится в общественном достоянии вы можете спокойно использовать чуть позже мы коснемся этого особо особо про этот случай поговорим как же показывать такие иллюстрации можно конечно вот это разместить у себя в курсе, если надо. Здесь я хотел бы отметить, что, конечно, на произведениях искусства это показывать проще всего, но такие иллюстрации бывают в биологии, в астрономии, во многих других областях, где применяются изображения высокая четкость. В медицине, там, где есть иллюстрации, и на этих иллюстрациях есть элементы разного масштаба. Вот здесь, например, есть вся картина, которую можно посмотреть, вот эта площадь. Есть достаточно большой храм, вот этот вот. Есть элементы среднего размера, вот такой вот колодец. Есть элементы достаточно мелкие, это фигуры. И есть совсем мелкие элементы, вот здесь вот что-то лежит, и так просто не разглядеть кости какие-то, там кусочки, но все это играет роль. Вот здесь, например, люди играют в какую-то игру, и надо посмотреть, во что они играют. То есть элементы масштаба примерно растянутые по масштабу раз в 30. Что-то хочется увеличить в 10 раз, что-то в 2 раза, а что-то в 30 раз. Вот примерно такие картины. Поговорим о них отдельно. Важным фактом как для обучения, так и для других применениях является использование скриншотов. Ну, разумеется, мы все проводим перед компьютером огромное время, и очень часто нуждаемся в том, чтобы часть изображения, которые мы видим, просто взять, дополнить его какой-то информацией и использовать. Часто, например, изображения с нашего же сайта мы можем использовать в качестве иллюстрации для чего-то. А часто изображения сайта мы должны и можем использовать в качестве иллюстрации в хелпах, инструкциях и так далее. В частности, в наших инструкциях для выполнения домашних заданий наших студентов или в инструкциях, как что-то сделать в библиотеке и так далее. Поэтому искусство взять, преобразовать и использовать скриншот – это то, что нас должно интересовать в одной из первых важностей для нас играет. Хотя бы потому, что это часто надо, во-первых, а во-вторых, потому что это очень просто, и этим просто овладеть. Я всегда использую вот такой вот скриншотер. Есть масса программ, которые называются скриншотеры. Если вы наберете это слово в Яндексе или в Гугле, вам вывалится там тысяча разных вариантов. Я предпочитаю использовать вот этот скриншотер. Он, вообще говоря, платный, но у него есть совершенно замечательный бесплатный план, которым я пользуюсь уже пять лет, и этого вполне достаточно. Что позволяет делать скриншотеры? Проще, чем, собственно, сама операционная система по сочетанию каких-то клавиш взять скриншот, любой участок экрана, наложить туда какие-то дополнительные изображения, возможно, что-то размыть и быстро показать. Ну, как быстро? Иногда это не так быстро, например, когда вы делаете help, у вас достаточно времени, чтобы его сделать. А иногда быстро, то есть скриншотер может работать в режиме онлайн. Вот я сейчас с вами нахожусь, например, в онлайн-контакте, и я могу вам показать, как действует скриншотер. Вот давайте я использую скриншотер, возьму прямо часть нашего сегодняшнего вебинара, я комментирую и потом вам помещу это в чат. Например, выделяю свое изображение рамочкой, выделяю рамочкой наш чат, включая последнее, что там есть. Дальше отмечаю один, два поля, три, четыре. Ну и, например, размываю какую-то часть. Например, название программы размываю вот так вот. Отправляю в облако и вам отправляю это в чате. Вот посмотрите, это я сделал за полминуты сейчас. То есть, находясь, например, в общении с вашим студентом или с клиентом, не знаю, с кем угодно, вы можете быстро сделать иллюстрацию, инструкцию, что ему прямо сейчас делать. Это очень важно, и это навык, который я вам предлагаю овладеть, которым, ну вот, сто процентов это вам пригодится. Вот, даже если вы ведете какой-то предмет, вроде бы к компьютеру не имеющий отношения. Ну, сейчас не бывает того, чтобы к компьютеру не имело что-то отношения вообще. Вот, ну и, конечно, скриншот все-таки, если на более высоком уровне, он может быть плохой и хороший. Скриншот должен что-то объяснять, как правило, и можно сделать так, что он плохо объясняет, а можно сделать так, что он хорошо объясняет. Вот, например, плохой объясняющий скриншот, на нем нет никакой дополнительной информации и много лишней информации. Это скриншот о программном обеспечении, которое называется Camtasia, видеоредактор. Скажите, зачем в этом скриншоте вот эта нижняя полоса, которая дает знать, какие конкретно программы у меня сейчас открыты? Зачем в этом скриншоте такое большое вот это вот изображение, которое занимает весь экран? Зачем вот эти пустые места вот здесь? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Этого всего не надо, они не несут никакой информации. Поэтому давайте учиться делать хорошие скриншоты. Во-первых, показываем только ту часть пространства, которая нам нужна, и с тем увеличением, которое нам надо. Сводим к минимуму. Если это какая-то программа, то сворачиваем ее до минимума, с тем, чтобы скриншот стал наиболее информативным, чтобы свернулись все пустые места. Вот здесь пустых мест совсем мало. Вот здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть. Осталось уже мало. Далее используем то, что позволяют делать скриншотеры. Вот эти вот. Выделяем важные элементы. Стрелками показываем направление действий. Сначала это, потом это, потом это, и потом получаем это. Разумеется, без конкретно дополнительных слов это иногда не звучит, но когда вы готовите инструкцию, то вот такой объясняющий скриншот гораздо лучше, чем предыдущий смотрится. Так что мало овладеть только скриншотером, надо еще и овладеть методами производства хороших скриншотов. А вот этот скриншотер, о котором я говорил, что он умеет делать? Перемещение объектов, рисование стрелок, дополнение текстами, нумерация областей, рисование рамок различного рода. Выделение маркером каких-то мест, рисование кистью. Вот очень важный пункт. Размытие, когда вам надо, например, телефонный номер или имя, или пароль замылить. Кадрирование. То есть такой микро-фотошоп. Только то, что надо для скриншотов. Вот и все. Вот 10 инструментов и все. И больше вам, собственно, и не надо для того, чтобы сделать хороший скриншот. То есть минимум возможностей, которым быстро овладеешь, но все эти возможности нужны. Это совсем не то, чтобы сделать скриншот, потом открывать громоздкий фотошоп и в тысячах возможностей фотошопа искать какие-то стрелочки. Это займет у вас 15 минут, вместо 15 секунд, которые может при помощи простого скриншотера произвести. Подбор иллюстрации. Конечно, мы могли бы все иллюстрации рисовать. Во-первых, это не всегда надо. Особенно имея в виду, что иллюстрация может быть не только объясняющей конкретный текст, но и информационно-метафорической, как я уже говорил. Поэтому просто подбор иллюстраций – это важный навык, который есть. Ладно, сейчас я про свой курс не буду прерываться, рассказывать еще раз. В конце расскажу. Итак, подбор иллюстраций. Я называю это сам себе бильдредактор. Немножечко бильдредактор. Все мы в настоящее время люди информационного склада. Я считаю, что преподаватели, библиотекари – это люди информационного склада, которые работают с информацией. Мы все должны быть немножечко бильдредакторами. Если 30 лет назад бильдредактором назывался сотрудник периодического издания, ответственный за поиск и подбор иллюстраций, то теперь мы все должны быть немножко вот этими бильдредакторами. Потому что то количество иллюстраций, которое уже оцифровано и можно найти в сети, оно многократно расширяет наши возможности. Конечно, делать это надо в соответствии с законом. И, кстати, закон нам многое позволяет. Потому что, например, у нас в законодательстве, и, как говорят юристы, в законодательстве в большинстве развитых стран это тоже есть, иллюстрирование чужой иллюстрации, даже находящейся под защитой авторского права, с целями обучения и информирования является допустимой и бесплатной. Самый простой способ поиска иллюстрации это, конечно, использование поиска Google по картинке. И тут есть несколько моментов. Самый главный момент – это вы должны правильное слово подобрать. То есть понять, что вы ищете. Мало понять, что вы ищете, надо понять, какую именно метафору вы ищете. Иногда вам надо не напрямую задавать название вашей темы или название тезиса, а уже преобразовав в своей голове название метафоры, вот эту метафору выдать вот здесь вот в качестве поискового запроса. Потому что не всегда по прямому запросу вы получаете то, что надо. Итак, первое – это найти правильное слово для поиска. Но тут научиться очень трудно. Тут только опыт вам может в этом помочь. Следующее. Вам потребуются иллюстрации не просто какие-то, а иллюстрации хорошего качества. А для этого вы должны понять, как выбрать иллюстрацию не хуже, чем такого-то размера. Как правило, иллюстрации более высокого размера имеют и более высокие разрешения. То есть имеют большую четкость, передают больше деталей. Не всегда так. Иногда бывает, мы находим иллюстрации, грубо увеличенные из малых иллюстраций, но мы это сразу увидим, что это иллюстрации худшего качества, хотя и большие по размеру. Итак, ищем иллюстрации достаточного размера какого-то. Мы должны, кстати, внимание, за последние полгода произошли изменения в алгоритме, точнее в интерфейсе Google поиска по картинкам. Если раньше это все делалось прямо на экране главном, то теперь надо чуть-чуть уйти в настройки. Итак, выбираем настройки. В настройках выбираем расширенный поиск. Попадаем на следующий экран. Да, вот мы ищем все еще по слову типографика, она тут осталась. Ну и следующее, что мы должны настроить, размер картинок. Нас интересует вот этот выбор. И тут размеры могут быть от самых маленьких до самых больших. Выбираем, например, если нам нужна обложка, то есть иллюстрация на весь экран. Выбираем иллюстрации более 2 мегапикселей размером. Прямо вот здесь в выпадающем списке это делается. Ну и второе, что можно сразу подобрать, потому что Google не знает, какие нам нужны иллюстрации. Горизонтальные, вертикальные, квадратные. Вот здесь, если вам нужна горизонтальная иллюстрация, просто выбираем слово «горизонтальный прямоугольник». Если нужна вертикальная, то там есть выбор «вертикальный прямоугольник». Вот мне, например, для презентации часто нужны вертикальные прямоугольники. Их не так просто обнаружить. Таких иллюстраций, каждое десятое, например, не чаще встречается. Поэтому, если я здесь выбираю «нужные мне», то сразу попадаю только туда, куда мне надо. Итак, вот этот вот расширенный поиск поможет вам найти качественные иллюстрации и ограничит поиск только тем формой иллюстрации, которая вам необходима. Следующий момент. Если вы хотите точно рассчитывать на то, что вы никакие законы не нарушили, то воспользуйтесь иллюстрациями, которые публикуются под свободной лицензией. Лицензии Creative Commons, так называемой. Не буду сейчас уточнять, что это такое. Это иллюстрация ныне живых и здравствующих. Не обязательно, но тех авторов, которые сами разрешили использовать свои иллюстрации бесплатно. Но бесплатно, правда, не означает без указания авторства. Как правило, для таких иллюстраций, если это только не лицензия CC0, то есть Creative Commons Public Domain, это общественное достояние. Там вы можете даже не указывать авторство. Большинство других лицензий Creative Commons необходимо указать где-то, если это курс, например, в конце курса или под самой иллюстрацией авторства этой иллюстрации. Ее, правда, еще не так просто обнаружить иногда. Так что, если вас интересует полная юридическая чистота по какой-то причине, например, вы не уверены, что ваше иллюстрирование подпадет под понятие информационная цель или учебная цель. И есть ярко выраженная коммерческая составляющая, то может понадобиться вот такая очистка юридическая. И в этом случае использование иллюстрации Creative Commons может помочь. Что еще при поиске иллюстраций важно? Отбор по цвету можно приобрести... Вот меня только что спрашивали, как использовать иллюстрации с прозрачным фоном. А вот как. При подборе вы просто выбираете инструменты, дальше цвет и прозрачные. Ну, тут немножко утрировано прозрачные. Сами-то иллюстрации не прозрачные, как правило, а вот выполнены они на прозрачном фоне. И это означает, что... Ну, в данном случае тут я еще не нажал на прозрачные, поэтому вот здесь вот иллюстрации вот эти, они не на прозрачном фоне. Вот. На них не смотрите. Вот. Но после того, как я сюда нажму, вам высветится иллюстрация, как правило, в формате PNG и с прозрачным фоном. То есть с таким фоном, который позволяет вставлять вам в любой фон. И иллюстрация будет вставиться в этот фон на том фоне, на который есть у вас, а не на своем собственном фоне. Очень удобный выбор, который многие забывают, что можно прямо в гугле такие иллюстрации выбирать. Ну и, наконец, вы можете выбрать иллюстрации некого типа. Например, если вы ищите только лица, вам только портреты интересны, можете вот сюда выбрать лица. Если вас интересуют только черно-белые картинки, то, пожалуйста, сюда. Да, если вам анимированные гифы нужны, то вот сюда по типу тоже очень удобно подбирать, потому что иначе вам будет вывалиться все подряд. И если вам нужны, например, только лица, вам придется выбирать, выбирать и выбирать. И долго, долго мотать может и не может и не получится. Ну и, наконец, вы можете выбрать по времени иллюстрации, которые были опубликованы только в последнее время. Кстати, вот этот выбор очень удобно применять, чтобы найти источник иллюстрации. Когда вы будете, вот если вы здесь выбираете за период и потихонечку будете уходить в более дальний период, более ранний период, будут отсеиваться более поздние публикации одной и той же картинки, вы в конце концов доберетесь до момента, когда эта картинка впервые была опубликована в интернете. Очень полезно для тех, кто пытается понять, не фейк ли данная картинка. Вот, например, в последнее время появляется в сети много иллюстраций госпиталь, который был построен за два дня. Ну, глупость, потому что этот госпиталь впервые был опубликован три года назад, ну и так далее. То есть, картинка не имеет отношения к той фразе, которая ее описывает. Вот, чтобы понять источник картины, очень важен первый источник картинки. Он, конечно, тоже может быть фейковый, но, чтобы найти первый источник, первый источник, вот это вот выбор по времени очень важен и, пожалуйста, его применяйте. Ну и, в конце концов, особенно для улучшения, очень важен поиск по самой картинке. Например, вы нашли вот того кота, который я показывал, в плохом качестве, хотите его найти в хорошем качестве, поищите его, пожалуйста, вот здесь вот по его ссылке, то есть, укажите ссылку на плохой вариант и тогда в выдаче у вас появятся разные варианты этого кота, возможно, появятся и те, которые гораздо лучше. Вот это та возможность, которую почти никто не использует почему-то, а это очень важная возможность и, как я говорил, таким образом можно существенно улучшить качество своих учебных материалов. Можно также производить поиск похожих изображений, то есть, Google вам выдает изображения, которые похожи, иногда даже похожие изображения лучше, чем те, которые нужно. Можно производить выяснение первоисточника изображения, об этом я уже говорил. Ну и самое главное, вот поиск лучшего по разрешению качества экземпляра. Вот ради чего можно делать поиск по картинке. Кроме поиска по в Google ищите в Вики складе. Вики склад это почти 60 миллионов медиафайлов, большинство из них как раз являются иллюстрациями, находящимся в свободном использовании. Все они находятся либо полностью паблик домейн, то есть в свободном использовании, либо под лицензией Creative Commons. И тогда вам всего лишь надо указать авторство. На Вики складе не всегда, к сожалению, хотя поиск по картинке часто в Google отсылает на Вики склад, не всегда он полностью может заменить поиск непосредственно на Вики складе, потому что там есть существенные нюансы. Очень хорошим способом поиска на Вики складе является поиск по категориям. Подробнее можете об этом отсюда понять. У нас совсем недавно 17 января был вебинар, который проводила активная участница Википедии, блогер, фотограф Алина Возная. Ее вебинар назывался «Свободный контент на Вики складе для преподавателей и библиотекаря. Ищем, используем, пополняем». Самое главное для нас на первом этапе искать и использовать. Ну а когда мы немножко подрастем до такой ситуации, когда мы хотим поделиться своими уникальными материалами, мы можем и пополнить Вики склад. Это очень благородное дело. Особенно я обращаюсь к библиотекарям, которые просто сидят на ценном контенте. Если этот контент свободен для использования, там много красивых иллюстраций, выкладывайте пожалуйста на Вики склад хорошие красивые иллюстрации. Вам за это будет благодарность всеобщая. Есть еще такое место, где хорошо искать иллюстрации, называется социальная сеть Pinterest. Вот там огромное количество иллюстраций можно найти по фильтрам, по названиям и иногда это даже лучше, чем искать в Google картинках. Особенно тогда, когда вам надо найти много картинок по какой-то теме. Очень вам рекомендую эту сеть для этого. Ну и следующий наш вопрос, а как подготовить иллюстрацию? Про подбор мы с вами поговорили. Теперь про иллюстрацию. Что с ней можно сделать? Нарисовать. Если вы владеете искусством рисования, можете конечно нарисовать и это будет очень здорово. К сожалению, нарисовать это тот навык, который очень сильно зависит от таланта. Есть там конечно и технические навыки рисования, но очень многое зависит от таланта, поэтому нельзя рекомендовать его 100% тех, кто хочет получить иллюстрацию. Следующий пункт начертить. Если вы работаете с технической дисциплиной или информационной дисциплиной, начертить бизнес-схему какую-то или принципиальную схему чего-то, либо начертить чертеж, это навык, который вырабатывается и он уже не связан с талантом, а связан скорее с умением. Что еще можно сделать с иллюстрациями? Скомпоновать из каких-то элементов. Иллюстрацию можно сфотографировать, то есть самостоятельно выйти в натуру и сфотографировать то, что вам надо. Ну, либо разложить какой-то предмет на столе и сделать его фотографию. Например, вы создали какой-то прибор, сфотографировать свой прибор, или какой-то эффект сфотографировать. Как какой-то объект отбрасывает тень, например, вам важно, или там передача цвета, или еще чего-то. Или фотография в микроскоп, тысячи вариантов, когда вы можете сами сфотографировать тот объект, который специалистом, по которому вы являетесь, собственно, и который вы собираетесь представлять. Подобрать по этому поводу мы только что говорили много, да, можно подобрать. Ну, и, собственно, найти, это тоже, да, подбор и поиск, это примерно одно и то же, только подбор, когда у вас есть много, например, фотобанк, да, в котором вы просто смотрите подряд иллюстрации, а найти, когда у вас есть, условно говоря, бесконечный выбор вариантов, и вам надо там в стоге сена найти какую-то иголку, которая вам нужна, вот только она вам нужна, это найти. Очень важно в этом, в этом смысле, что практически во всех этих ситуациях, вам нужны некие технические операции. Дело в том, что как бы вы не производили ваши иллюстрации первоначально, вам важно уметь делать что-то с ними, вам нужно уметь преобразовывать формат, вот, например, вы подобрали 300 иллюстраций до вашего учебного курса, они все в разных форматах, все разного размера, какой-то размера 200 на 300 пикселей, а какой-то 20 тысяч на 30 тысяч пикселей, да, надо уметь их поворачивать, потому что не всегда они в том повороте, который надо, надо уметь кадрировать, вот здесь вот, например, нам нужна отсюда, например, только голова, да, надо уметь скадрировать правильно изображение, нам надо уметь контрастировать, например, мутная фотография, которую можно сделать гораздо лучше, и это простая техническая операция, которую надо просто овладеть, ну, и совсем уже такие простые вещи, это переименование, но переименование имеется ввиду, когда вам надо переименовать 300 файлов, если вы это делаете руками, каждый файл, вы очень неправильно делаете, вы теряете время, ну, и изменение размера, это то, с чего я начал, когда у вас зоопарк различных форматов и зоопарк различных размеров, вам надо это все привести в единый размер, ну, или близко к единому размеру, чтобы показать потом в одном и том же контексте, например, если эти иллюстрации должны быть иллюстрациями в тексте, они не могут быть очень сильно различаться, они максимумом могут различаться по площади там в 3-4 раза, вот, а у вас, допустим, два порядка, да, вам надо это уметь делать, ну, и кроме того, что вам это надо делать для каждой отдельной иллюстрации, важен вот такой вот аспект, да, вот, мне очень нравится эта фраза, новички думают о тактике, а профессионалы о логистике, переименовании, сейчас будет один скриншот, в котором я наверное это расскажу, итак, не думайте о тактике, думайте о всем, то есть, не думайте о том, что сделать с конкретной иллюстрацией, думайте о всех ваших иллюстрациях, как о корпусе иллюстрации, то есть, вот у вас 300 иллюстраций, примите какие-то меры, чтобы те операции, которые вы над ними делаете, были бы типовыми, а еще лучше автоматическими, например, автоматически преобразование, думайте над тем, как автоматически преобразовать размер, автоматически преобразовать формат и так далее, автоматически переименовать в том числе, да, Ну вот один из таких примеров, одна из моих любимых программ, или можно их назвать программа менеджер иллюстрации, потому что вариантов что-то здесь отредактировать на Photoshop явно не тянет. Но я всегда говорю, если вам нужен Photoshop, значит вам нужен на самом деле дизайнер. Все остальное вы как преподаватель, как библиотекарь можете делать без Photoshop, при помощи более простых средств каких-то. Вот одно из таких средств это ACDC, программа для операций с иллюстрациями. И вот в этой программе есть совершенно замечательный комплекс средств, которые занимаются пакетной обработкой. Вот здесь вы можете преобразовать формат файла, изменить размер, коррекцию сделать, экспозиции, коррекцию штампы времени, пакетные. Вот тут вот пакетное переименование. И почему это важно? Потому что, скорее всего, вам для вашего проекта учебного понадобится, чтобы файлы были представлены не в том виде, не в том названии, в котором вы их, например, нашли где-то, а в вашем собственном названии. Например, разумным будет назвать ваши файлы так, название темы, там, дефис, внутренний номер, а перед этим, наверное, название вашего курса, может быть, индекс курса, то есть какой-то ID вашего курса, может быть, еще дату туда включить как-то, чтобы все названия были одинаковые по своему типу. И вот после этого вот эти файлы, они готовы для применения в конечном проекте. Так вот, есть достаточно большое количество инструментов, которые это делают для большого количества файлов, да хоть тысячи, хоть десять тысяч. У меня был случай, когда я на пятьдесят тысяч файлов натравливал некий автоматический процесс, и потом это все происходило прекрасно. Есть и другие менеджеры изображений. Вот есть бесплатный ICDC, не бесплатный. Эфранвью есть такое бесплатное средство. Оно еще более могучее, чем ICDC, но у него, скажем так, менее понятный интерфейс. То есть тут сказывается, что сам продукт бесплатный, поэтому над интерфейсом думали в последнюю очередь, но зато по своему функционалу, но просто крутейшая вещь. Поэтому если вам предстоит много работать с иллюстрациями, поставьте ее к себе, и это будет оправданный шаг. Еще один интересный вариант – это мой любимый сервис, который называется Tilda. Сервис не для работы с иллюстрациями, но в нем много внимания посвящено иллюстрациями. Сервис вообще для того, чтобы создавать странички, создавать лонгриды, но, разумеется, в нем есть необходимость иллюстрировать материалы. И вот, например, для создания различных элементов из многих изображений тоже есть массовые операции. Но тут, правда, немного массовых операций. В основном это массовая загрузка файлов. Других таких массовых операций нет. Ну и еще, в конце концов, есть еще варианты, когда вам достаточно описать ваши иллюстрации в какой-то таблице, и потом эту таблицу загрузить в какой-то сервис. Один из таких сервисов – это Timeline.js, сервис для создания осей времени. Вот он работает так. Вот сюда вы загружаете в эту список адресов ваших иллюстраций. Здесь название этих иллюстраций. Здесь какой-то поясняющий текст к этим иллюстрациям. И в результате здесь время, когда были созданы эти картины в данном случае. Вот. Ну и все это помещается потом в красивую ось времени. Это такой интерактивный элемент уже. Суммируя, о чем вам надо думать, когда вы работаете над большим количеством иллюстраций. Это о форматах, о технологиях, о процессах и об объемах. И всегда обо всем этом надо думать в концепции унификации контента. То есть старайтесь снизить до минимума разнообразие ваших иллюстраций. Я имею в виду не разнообразие того, что на них изображено, а разнообразие форматов, разнообразие технологий, разнообразие процессов и разнообразие объемов. Делайте всегда это унифицированным и тогда ваш контент сможет быть... Во-первых, вы всегда обеспечите одинаковое качество. Ну то есть если вы обеспечили один раз хорошее качество, это качество всегда будет присутствовать. Во-вторых, вы сэкономите массу времени. И в-третьих, вы получите технологичный путь для того, чтобы потом, когда вам надо что-то добавить или изъять, то есть изменить ваш контент, вы могли бы это сделать достаточно просто. Вот если вы видите, тут все иллюстрации приведены... Ну, тут, правда, нельзя заметить. Они все одинакового формата, они все примерно одинакового размера, они все одинаково примерно называются. То есть название содержит в себе смысл этой иллюстрации. Ну и они все сделаны при помощи одного процесса. Способы демонстрации самое такое интересное, но, может быть, не то чтобы самое важное, но мы подготовили, а как же их показать. Существует масса возможностей для показа иллюстраций в настоящее время. Здесь, конечно, только некоторые из них. Итак, первое. Просто файл. Об этом я уже говорил. Иногда изображение надо просто дать отдельным файлам, чтобы его скачали. Отдельные иллюстрации. Это когда иллюстрация все-таки встроена в ваш курс или ваш какой-то контент, но показывается отдельно, например, на весь экран. Ну, например, обложка. Иллюстрация в тексте. Очень частый вариант, такой книжный вариант, когда идет текст, который в оборочку покрывает иллюстрацию, то есть справа или слева иллюстрация находится. Следующий момент. Обложка или карточка. Обложка – это первая иллюстрация вашего курса или первая иллюстрация вашей темы. Карточка – это карточка, ну, это из маркетинга больше. Карточка товара. Но в обучении тоже может использоваться карточка, например, как разветвитель каких-то, какого-то гипертекста. Например, вам надо, дальше вы хотите перейти к тезису 1, тезису 2 или тезису 3, или теме 1, теме 2 или теме 3. Каждой теме соответствует своя иллюстрация. И нажимая, размещая эти карточки рядом друг с другом, вы предлагаете просто выбрать одну из них. Очень современный вид – это галерея или калаш, когда у вас много изображений, и вы не хотите каждое давать отдельно, потому что тогда у вас жидкий текст будет. Вы просто делаете из нее калаш или делаете из нее галерею, и тогда все это нормально работает. Аналогичную функцию играет слайд-шоу. Слайд-шоу часто бывает в виде такого псевдовидео. И уж совсем часто встречающийся случай – это слайдер, когда у вас много-много иллюстраций, но вы не хотите их все показывать сразу. Вы хотите, чтобы ваш слушатель перещелкивал их для какой-то цели. То есть, может и не все посмотреть, если надо. Посмотрим. Всплывающая поп-ап или выпадающая иллюстрация – это когда иллюстрация появляется вдруг неожиданно, либо раздвигая текст, либо в качестве отдельного окна. То есть, ее нет в вашем основном тексте, но по нажатию на какую-то кнопку она всплывает, показывается, вы на нее смотрите и гасите, и потом дальше читаете. То же самое можно всплывающим может быть и слайдер целиком, то есть, не одна иллюстрация, а несколько иллюстраций. Посмотрели, пошли дальше. И больше в тексте этих иллюстраций нет. Надо еще раз нажали, они снова всплыли. Ну и иллюстрации сравнения. Сейчас мы посмотрим на эти виды. Отдельная иллюстрация. Отдельная иллюстрация, вот когда просто идет текст, текст разрывается на всю, на весь экран иллюстрация, к ней подпись, как полагается, название и подпись. Традиционный вид для журналов, для книг и так далее. Иллюстрация в тексте. Когда иллюстрация занимает только часть горизонтального места, то есть, вот эту часть занимает текст, примерно 50%, например, а вот эту часть иллюстрация. А дальше все так же. Здесь подпись, название, подпись, иногда ссылка может быть. Обложка. Обложка выполняет функцию, ну, немножко маркетинговую. В обучении тоже есть маркетинговый аспект. Когда вы начинаете курс или начинаете тему, вам важно, чтобы человек проникся какой-то темой. Вот здесь как раз самое место для метафоры. То есть, хорошо, когда обложка метафорически объясняет все то, что потом человек час будет читать, например, после этого. И для обложек как раз надо искать самые качественные иллюстрации с более высоким разрешением и так далее. Глея-коллаж. Ну, вот так. Здесь не хочется каждую иллюстрацию. Это, например, коллаж для темы, если не изменяет память, насилие в искусстве. Не хочется каждую эту картинку давать и давать пояснительный текст, но коллаж в целом передает некую мысль. Суммарную мысль вот эту вот. Читаем вот это все. Некая суммарная мысль по насилию в искусство. Не одна картинка в данном случае метафора, а сумма картинок является метафорой. Слайдер или слайд-шоу. Вот здесь вот у нас элементики. Можно мотать вперед-назад. И здесь какое-то количество иллюстраций. Например, 10, а может быть 30 или 50. Когда у вас есть некие однотипные иллюстрации, например, и вы не хотите их давать все вставлять текст, потому что тогда жидкий текст будет. Удобно давать их в слайдере. А ваш студент уж сам решит, сколько ему просмотреть. Первые 5, первые 10 или все. А если вам надо 30-ю иллюстрацию, чтобы он обязательно посмотрел, значит слайдер вам не подходит. Значит 30-ю иллюстрацию вы должны выделить и дать отдельно. Вот если в слайдере примерно все иллюстрации одинаково полезны, то можете дать слайдер. Слайдеры бывают еще и насыщенные. Например, к каждому слайду может большой текст быть сопоставлен. То есть они бывают очень разных типов. Ну и, например, иллюстрации сравнения. Это уже больше подходит под понятие интерактивной иллюстрации. Вот здесь, например, мы можем двигать эту картинку вперед-назад. Это иллюстрация Освенцим во время освобождения и сегодня. Вот мы двигаем эту иллюстрацию. Видим, это фотография времен освобождения Аушвитца. А это фотография нынешняя. Вот как что поменялось. Это сравнение из материала про концлагерь Аушвитц. Кстати, очень важный момент именно в обучении. Потому что вот такие картинки сравнения – это очень важно, когда есть вариант «было-стало». То есть, например, объект до воздействия, объект после воздействия. Или там что-то зимой, что-то летом. Сравните. Вы двигаете и смотрите, что изменилось. Вот очень легко. Если вы просто две иллюстрации рядом поместите, это эффект не такой будет. А это достаточно эффектно и хорошо. И хороший объясняющий эффект при этом возникает у вас. Ну и инструменты, которые я здесь упоминал. Это тильда. Это сервис, который называется «Джекста-пост». Бесплатный сервис. Ну и вот здесь описание слайдеров. Я говорил, конечно, о слайдерах, которые находятся в тильде. Но есть и бесплатные слайдеры, которые применяются сами по себе. Можете посмотреть вот этот обзор слайдеров. Так, я надеюсь, мой телефон прекратит сейчас. Далеко он не будет вставать. Так, ну и остались два пункта, которые можно свести в единое. Это от иллюстрации через интерактивность к видео. Первое что? Ну, во-первых, любая иллюстрация всегда может быть скомпонована в какой-то набор. Из нее можно составить видео. Например, вы идете по городу. Вы не включаете видео, но вы идете по улице, по Невскому проспекту и фотографируете каждую минуту. А потом вы пришли и скомпоновали из этого псевдо-видео. Получается достаточно интересная вещь. Ну и вот для смартфона есть такая интересная штука, которая называется «Покадровая анимация». Можете попробовать при помощи нее скомпоновать нечто из отдельных кадров. Здесь, правда, предлагается из некоторой искусственной обстановки это делать. Ну, может тоже быть использовано. Ну и еще мой любимый пример. Это как раз возвращаемся к вопросу, не скажу к какому. Вот попробуйте отгадать. Те, кто был уже на моих вебинарах и отвечал на этот вопрос, я попрошу помолчать. Вот. Скажите, как вы думаете, откуда эта иллюстрация? Ответьте в чате, как вы думаете. Из какого художественного произведения эта иллюстрация? Или, например, вот эта вот иллюстрация? Скажите, а вот так понятнее, откуда вот этот бык взялся? Может, появились какие-то варианты? Нет, это не наскальные рисунки. Слишком богато было бы для наших предков такие наскальные рисунки делать. Да, Евгений Юрьевна, правильно. Но, кажется, вы уже были на моем вебинаре и знали. Трое. Нет, не трое. А вот это, как вы думаете, вы точно видели это полотно. Но знаете ли вы этих людей? Откуда это все? Есть варианты у вас? Да. Да, вы отгадали. Но очень немногие видели это. Потому что это очень крошечный кусочек на полотне. Давайте теперь разбираться. Первый вариант с черным фоном. Это вот отсюда. Это кусочек, кстати, немаленький кусочек. Можно и поменьше разглядеть. Из Босха. Сад земных наслаждений. Из третьей доски. Вот здесь вот, которая Ад называется. Второй кусочек. Это вот там, где бык. Это вот этот маленький кусочек. Из последний день Помпеи Брюлова. Ну и поясняющий момент, это более большой кусочек. Вот такой вот. Уже по нему можно было примерно представить, откуда. Ну и, наконец, следующий момент. Это вот, видите, вот этот маленький зеленый кусочек. Вот в нем находились вот те люди, которых я показывал вам. Вот мало кто, даже если вы придете в Третьяковку, посмотрите внимательно, вы этих людей можете не разглядеть. Ну, на 99% не обратите на них внимания. Вот потому что весь этот сюжет вот, да, другой. Ах, по этюдам, здорово. Но если кто-то знает этюды, то это здорово, да. Вот, так вот, там есть и такое, да. Другими словами, эти полотна можно разглядывать не только в общем, но и в некоторых подробностях и достаточно малых подробностях. Например, листочки на вот этом дереве, как показаны, и так далее. Поближе посмотреть облачение спасителя, и так далее, и так далее. Ну и что же нам... Во-первых, что нам делать для того, чтобы найти такие иллюстрации? Я вам уже давал ссылку на Брейгеля, да. То есть, один из способов это искать на Вигискладе. Второй способ это прийти в Google, снова прийти в расширенный поиск. И вот уже знакомый нам выбор размер картинок. А вот здесь выбрать размер картинок большой. Тут дает возможность искать картинки до 70 мегапикселей. Вот там достаточно уже такие серьезные картинки вам вывалятся для того, чтобы потом с этим работать. Ну и еще есть один вариант. Это просто добавить слово гигапиксель к тому, что вы ищете. Иногда помогает. Вот. Как с этим контентом работать? Есть несколько вариантов. Да, я сразу хотел бы сказать, что это... Нет, позже скажу. У меня будет для этого специальный элемент. Итак, как с этим работать? Простейший инструмент, при помощи которого можно это работать, к тому же и бесплатный. Это Zoomify Free. Вот отсюда можете его скачать. При помощи него можете, во-первых, вашу огромную картинку разбить на некоторое количество пластин. Только так ее можно воспроизводить в интернете. А потом, поместив в интернет эту картинку, можете сделать вот такой вот viewer этой картинки, где вы можете увеличивать, уменьшать масштаб. И внутри вот этого объема она будет показывать вам в том качестве, в котором надо. Хотите разглядеть вот этот пепел? Разглядывайте, пожалуйста. Хотите разглядеть всю картинку? Уменьшите до размера всей картинки. Но здесь, правда, достаточно бедная возможность только таскать вперед-назад и увеличивать, уменьшать. Более продвинутый инструмент называется StoryMap.js. И он позволяет сделать продвинутые интерактивные путешествия по картине. Вот здесь как раз такое путешествие по явлению Христа народа. Ну и наконец, да, вот и вот тут медленно перемещаемся к третьему инструменту. Да, новые медиа и почти видео. Почему почти видео? Ну, например, вот третий путь работы с такими инструментами – это загрузить их в видеоредактор. И дальше ходить по мелким деталям каким-то. Например, вот показывать вот это украшение, перемещаясь при помощи видео, перемещая как бы камеру от одного элемента к другому. Вот у вас получается полноценное видео, как бы это сказать, видеопоход такой, да, по этой картинке. То есть вы прохаживаетесь по этой картинке и смотрите то ближе, то дальше, рассматриваете различные детали. Таких деталей может набраться часа на 3 на 4, чтобы посмотреть. Вот поэтому, именно поэтому я вам рекомендую, кстати, почитать вот эту мою статейку, вот эту вот, посвященную иллюстрациям высокой четкости. Именно поэтому иллюстрации высокой четкости, вот эти гигапиксельные картинки, они занимают промежуточное положение между видео и собственной иллюстрацией. А смысл этих иллюстраций в том, что, то есть этих картинок в том, что они уже не являются иллюстрацией. Это совсем другое медиа. Иллюстрация – это то, что можно вставить текст и посмотреть, и она иллюстрирует что-то, сразу иллюстрирует. А картинка высокой четкости сразу не иллюстрирует, ее надо разглядывать. И разглядывать ее надо долго. И время ее разглядывания примерно соответствует там длинному видео на несколько часов. Поэтому это как лес, понимаете, в который вы приходите, вы не можете пройти, если вы все время ходите одной дорожкой, вы лес не знаете. Вы лес знаете только тогда, когда вы его исходили полностью, вот, зигзагом, вот так вот. Только в этом случае вы можете сказать, что вы посмотрели весь лес. Вот так же и изображение высокой четкости – это некая медиа, находящаяся промежуточно между понятием, собственно, изображения и, собственно, видео. Вот, использование таких видеоматериалов, если они у вас есть, иллюстративных материалов, из которых можно сделать такие видео, конечно, добавляет вам много в ваш курс. Если у вас есть такие иллюстративные материалы, опять же, в вашей области, да, не обязательно это область искусства. Конечно, для искусствоведения это вообще сам Бог велел заниматься такими вещами. А в биологии очень много таких моментов. В астрономии, астрофизике, во многих в физике, вообще в микрографике, в микрографии разных, где что-то можно разглядывать через какой-то прибор, и там дается высокая четкость. В медицине, везде это, конечно, использование таких иллюстраций и инструментов для их показа. Это плюс 100 к вашему курсу, к вашему иллюстративному материалу. Ну что ж, мы потихонечку движемся назад. Да, и если вы подробнее хотите узнать о работе с такими большими иллюстрациями, у меня был вебинар 29 октября 2018 года, полтора года назад уже. Ну, неважно, в принципе, там все сказано. В течение часа я вот это достаточно подробно объясняю и частично разъясняю также то, как пользоваться инструментами для того, чтобы это все сделать. Кстати, более подробно, как работать с иллюстрациями высокой четкости, можно узнать на моем курсе. Ну и, наконец, я хотел бы все-таки уделить пару минут своему собственному курсу, который состоится у меня, у нас с компанией Ракурс, с 11 февраля по 19 марта. Будет он называться «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Многое из того, о чем я сегодня говорил на этом курсе, будет подробно рассказано с использованием конкретных инструментов. Это будет 12-ти темный курс, 12 вебинаров. курс будет на 96 академических часов. При необходимости можно будет также приобрести официальное удостоверение о прохождении курса повышения квалификации через партнеров в компании Ракурс. Ну и вот, приходите, будет достаточно интересно. Ну а сейчас я не выполнил еще. А, да, давайте я по поводу этого курса еще раз сделаю вам в чат информацию. И еще я должен вам выдать сертификаты. Пока вы готовите свои вопросы, если они у вас есть, давайте я сделаю выдачу сертификатов. К сожалению, когда я сам являюсь спикером, мне приходится отвлекаться примерно на полторы минуты для того, чтобы это сделать. И я в это время постараюсь говорить, чтобы у вас не возникало желания сразу уйти. Я сейчас сохраняю табличку тех, кто был на вебинаре. Итак, сохраняю в виде файла. И сейчас войду в наш инструмент для выдачи. Загружу этот файл. Закачаю его. Выделю, выдам. И отправлю на почту. И вот теперь я смело могу разместить в нашем чате вот эту вот информацию. Так, сейчас, если у вас там появились вопросы, я на них отвечу. Вот это вот... Вот эту вот информацию о том, что те, кто хотят получить сертификат об участии в нашем сегодняшнем мероприятии, могут это сделать вот здесь. Достаточно просто. Просто выходите на эту страничку, найдете себя поиском. Просто назовите свою фамилию, либо еще лучше e-mail. Выберите сегодняшний вебинар, переходите на страницу оплаты, через Яндекс.Кассу оплатите, и снова найдите этот вебинар, и кнопочка оплатить будет заменена на кнопочку скачать. Вот и вся. Лидия Михайловна, да, можно будет, но не сразу, а ориентировочно, начиная с послезавтра вечера. Потому что мы загружаем информацию о текущих наших вебинарах дважды в неделю на наш видеоканал на YouTube в среду вечером и в пятницу вечером. Соответственно, понедельничный вебинар загружается вечером в среду. Вот, коллеги, может быть, все-таки будут вопросы какие-то. Я тоже вам очень благодарен. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар был полезен, хотя он и был достаточно обзорным. Но все-таки какие-то ссылки на какие-то инструменты я вам дал. И надеюсь, что они будут вам полезны. О, да, я забыл открыть еще для вас один файл. Кто подробно интересуется вопросом о том, о вот этих вот больших файлах и о том, как я загружал их на Вики-склад, у меня осенью в сентябре года, в сентябре прошлого года было выступление на Вики-конференции 2019 года, где я рассказывал о том, как я загрузил вот эти файлы высокого разрешения на Вики-склад, какие при этом пришлось выполнить технические операции и так далее. Ну что ж, друзья, в таком случае я благодарю вас за внимание. Я прошу прощения, что занял очень много вашего времени, более полутора часов, но хотелось все-таки более-менее подробно рассказать. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. Надеюсь, встретимся с вами либо на моем курсе, либо на других моих бесплатных вебинарах. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!